Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сейчас я хочу поговорить, будет видео долговатое, по ситуации в Казахстане. Ну, ситуация по коронавирусам, по сводкам, я смотрел, она лучше, чем в России, по той причине, что я чуть давно не слышал, что из Казахстана летают на отдых. Поэтому и на вчерашний день у нас, как вывелось по всему Казахстану, я посмотрел, заболело 6,530 с копейками человек. Вот, 6 с копейками. Это по всему Казахстану, потому что люди никуда не ездят. Вот. Насколько я знаю, у нас, вот я живу в маленьком городке под Кырганинской областью, иногда было вот, что нас на 2 недели закрыли город от города. Такое бывало. Там на работу можно ездить, все остальное, но ты сначала покажи, что ты работаешь. А так просто ездить нельзя было. Периодически это бывает. Но бывает тогда, когда цифра перерастает в 8 тысяч. Это красная зона. То есть, как 8 тысяч заболевших по Казахстану появляется, сразу же города вносят в красные зоны. Вот. По поводу самого вот этого Казахстана. Насколько я знаю, у нас в Казахстане привилось 12% населения. Это 3 миллиона с копейками человек. Это те, кто дважды вакцинировался. У нас по маленькому городу ездит 2 газика. Ну, это не газ, или паз. Паз. Два паза. Корона, то есть, этот, вакцину делают только так. Это лично для себя. Я узнавал такую ерунду. То есть, он приезжает в 2 часа дня. У нас здесь есть Сансара, магазин на Сансару и на Табыс. Вот. Я, как я проверял, они мне рассказали. То есть, они привозят у них в этом, с собой 50-60 вакцин. То есть, с 2 часов. Вот я подходил в 2 часа. Я узнавал, мне знакомая тоже сказала, что 50-60 вакцин. Ну, вот теперь смотрите. 50 вакцин. В 2 они приехали. В 6 часов. Я один раз просто узнавал для себя. В 6 часов подошел. Уже 7-й час был. И спросил. А есть вакцина? Хоть какая-нибудь. Хоть Китай? Хоть Спутник 5? Мне сказали. Вакцин кончились. То есть, в день у нас прививается на маленький городок, где проживает 30 тысяч населения. От 30 до 50. Давно уже пересчета не было. Так как у нас здесь тоже, как бы, семьи. Но у нас менталитет Казахстана, здесь в семье бывает и по 5, по 6 детей. И это очень часто. Вот. То есть, в одной квартире могут жить по 8, по 10 человек. Вот. Это очень часто. И представляете, 2 база. Мы считаем по 100 вакцин в день. 100 вакцин в день уходят. Выходных у них нет. Они каждый день ездят по городку. То есть, как у нас люди прививаются. Я проходил недавно возле этого же опять сенсера. Стояла вереница. Вереница людей, кто прививался. Так, по поводу школы и прочей ситуации. Так. Школа у нас в сентябре месяце. Пойдет на очное обучение. Все. Хватит за очки. Пойдет очно учиться. Все. Конечно, там будут времена, когда будут некоторые, конечно, классы убирать. Но это, опять же, не весь год. Но временно. Вот. К начале 2021 года у нас также начнется подъем. То есть, как возвращение к нормальной жизни. Ковид почти исчезнет. Вот. Дело в том, что, я вот говорил, 3 миллиона. Но дело в том, что, как мне тут рассказали, я еще был в апреле. Да, в апреле в России в начале. Мне сказали, что только в мае этот пазик стал ездить. То есть, смотрите. Май, июнь, июль. Всего за 3 месяца? Сколько уже человек? То есть, у нас вакцину, только, как мне сказали, вот, 5 месяцев дают. За 5 месяцев 3 миллиона. Хотя в России с октября месяца прививаться можно было. Ну, у них, конечно, показатели там что-то 22 миллиона. Ну, а у них больше, у них, считайте, почти год. Тут 5 месяцев. И у нас намного меньше людей, соответственно. И вакцин намного меньше, кстати. Потому что у нас их не производят. У нас их производят только в одном месте. Я точно не знаю где, но насколько я знаю, насколько мне говорили, только одно место. И из Китая, из Китая закупают. Китайскую здесь не производят. Российскую производят. Так что по ситуации у нас будут возвращения. Это я сейчас беру возвращение. Это у нас будет Центральный Казахстан, Восточный Казахстан, Северный Казахстан. Юг, Юг, он самый последний будет по коронавирусу. Он самый последний, как они его оцениваются, самый последний. И у них будет самая большая заболеваемость. Хотя так оно и есть. По той причине, что, как бы вам объяснить. На севере есть северные казахи, которые не любят южан. Южане не любят северян. Вот такое у нас есть. И менталитет разный. Если мы скажем, северяне это более культурный, продвинутый народ, то южане это полная противоположность. Там, как бы, нет, я скажу, юрт нету, но есть такие места, где стоят еще дома из, извините меня, из коровьих говняшек. Есть такие аулы, последние аулы, где, извините меня, из соломы, из полного говна состоит. А так, Казахстан в следующем году начнет подниматься, нормироваться. В школу мы пойдем в этом году очно, учиться будем. Так что, родители, радуйтесь, что не будете дома сидеть с детьми. Вот эти все уроки, все-все это делать. То есть делать и за школьное, делать и за домашнее. Поднятие начнется и экономике в следующем году, потому что границы должны открыть. А, как вам сказать, Казахстан, это у нас экспорт угля, экспорт продуктов сельхоз, насколько я знаю. Очень много сельхоз продуктов, потому что лично в пятерочке в России я видел и казахстанское молоко, и казахстанские йогурты и прочее, и прочее. Так что на экспорт пойдем. Опять будем восстанавливать казну. Как бы войны Юго-Севера не будет, восстаний пока не будет в этом году, так что все пока будет тихо. Спасибо за внимание.